Привет, дорогие друзья! Все вы, наверное, уже в курсе, что произошло в ПАССЕ. Там была принята резолюция, она немножко выглядит не так, как ее преподносили, там много вопросов по ней, но не в этом дело. Как всегда, практически единогласно, что Европарламент голосует, что ПАССЕ. Это нормально, это обычно, но необычно то, что заявляют некоторые представители украинской делегации там же в ПАССЕ. Героем сегодня стал Алексей Гончаренко. Он там хорошо ответил российским пропагандистам, и я зашел к Алексею на стену, думаю, почитаю, что там люди пишут, а там приходят люди в вышиванках и дякую ему. Дякую ему, козача там, там таке там, вот, дякую, дякую, мне так смешно стало, знаете. Я еще услышал, что он рассказывал сегодня. Тому это действительно надзвичайно важливо. А знаете, что интересно, кто был против? Три голоса против. Мы знаем два. Один, Словак Бляха, это я не лаюсь, это у него прозвище. Это я не ругаюсь, это у него фамилия Бляха. И очень интересно это слышать, потому как у Алексея Гончаренко, у его коллеги там же в ПАССЕ, призвище Бляхер. Он березой себя иногда называет, не знаю почему, материнской фамилией, да. Но на самом деле он Бляхер. Бляха и Бляхер. Мне кажется, что Бляхер более оскорбительно. Ну да, говорящая, правильно. И вот тут день, когда Гончаренко стоило бы помолчать. Ну как, опустить, опустить пропагандистов российских. Но в остальном помолчать, потому что вот живешь в стеклянном доме, не бросайся камнями. И другой, это Шешель, серб, который сказал, что Путин найкращий президент Европы. А кто он? Его батько, військовый злочинец, засудженный в Гаазе. Так, Шешель, кто такой Шешель? Его отец, военный преступник, осужден в Гаазе. Так, Шешель осужден? Или его отец? Какое имеет отношение Шешель к своему отцу, который осужден в Гаазе? По его отцу я отдельно расскажу. За військовый злочинец Шешель. Тобто військовые злочинцы все объединялись навколо Путина. Правда, их всего нашлось три людини. Стоп, стоп, стоп. Только что Алексей Гончаренко обозвал своих коллег из ПАСЭ, ну не из украинской делегации, из других делегаций, военными преступниками. На основании чего? На основании того, что отец одного из них был осужден Гаазским трибуналом. И это правда. Еще правда то, что он является единственным, ну просто чемпионом по пребыванию в камере предварительного заключения. Его там держали 12 лет. 12 лет. Международный трибунал по преступлениям там бывшей Югославии. Так называется как-то. В 16-м году его полностью оправдали. Полностью оправдали. Но в 18-м, подумав, почесав голову и подумав, блин, мы же его держали 12 лет, что же делать? Они его снова осудили. Ну как бы отменили оправдательный приговор, осудили на 10 лет. Но так как он 12 отбыл, то два года тебе сдачи, пожалуйста. Там не все так однозначно, далеко не все однозначно с этим военным преступником. Но интересно, что это говорит Гончаренко. Гончаренко говорит про чьего-то там отца. Если у кого-то отец осужден, значит и сам этот человек осужден, считай. Ну так гениально, я считаю. В Раде, в Парье. Ну вот такой результат. Тут все самые те лоббисты, про которых мы сказали вот с понеделька. Так, но это лоббисты такие абсолютно открытые. Тут есть еще и другие лоббисты, которые так открыто не выступают и такие дурницы не кажут. Но работают на Россию. Да, лоббисты. Правда, сумм, за сколько их там подогревают, Гончаренко не назвал. По сути, я не знаю, переводят вообще иностранным депутатам. Мы, в всяком случае, это точно донесем до их сведения, что их назвали военными преступниками. На основании того, что у одного из них отец был осужден, потом полностью оправдан. Вернее, он был полностью оправдан без осуждения. А потом, через два года, они передумали, потому что, ну, как бы, уронить престиж трибунала, да. Это очень интересно. Но, интереснее всего то, кем является отец самого Алексея Гончаренко. Отец Гончаренко является Костусевым. Это его фамилия такая. Да, и Костусев, это бывший мэр Одессы, член партии регионов, плоть от плоти партия регионов. Правда, Алексей Гончаренко в лучших традициях революционера отказывается от него и говорит, что не видел я его шесть лет. Шесть лет. Планом, что я могу ответить на него абсолютно точно. Последний раз я с ним виделся в 2012 году. Ну, виделся, это сказано громко. Я был на заседании исполкома, как депутат областного совета, который он тогда вел. Эй, Алексей, а как же ты попал во власть? Как так получилось? Что ты такой молодой? И так попер, попер по партийной лестнице в партии регионов. Да, он был в партии регионов. Ну, вы же об этом знаете, наверное. Знаете, да? Вот. Без отца, получается, ты сам такой просто. Так получилось, да? Хорошо учился, да, вот эти вот все. Купил яблоко, продал. Два цента заработал, да? Я с ним не общаюсь. К сожалению, я не считаю, что это хорошо. Но так сложилось в нашей жизни, что мы с ним не общаемся. И мы не общаемся с ним с 2010 года. Уже 6 лет. Ну, не общаешься, не общаешься. Сам по себе просто в политику. Вот это пришел и все. Даже настолько не хотел быть замазанным, знаете, что даже фамилию другую, видите, взял. Другая фамилия, не Костусев. Зачем это надо? Что делал Гончаренко вообще в своей жизни? Мне так интересно сегодня стало. Так смешно стало. Думаю, Леша, ну только не тебе. Не тебе. Вот тем вот тупорезам, которые приходят к тебе в пропуканных шароварах. И благодаря тебе рассказывая, что ты козачий и все такое. Было бы интересно это посмотреть. Они меня не смотрят, потому что слишком тупые. Не могут компьютер включить. Но вообще-то вот так вот он и его бабушка. У него была схема приводить бабушек. Бабушек, которые там за него топили. Вот так вот они встречали президента Ющенко на тот момент. И бабушке рассказывали, как Гончаренко там все его бьют. Издеваются, обливают, ой-ой-ой, Алеша, Алеша, держись. Держись, Леха, как говорится. А за что же избивали, за что же били? Возможно, вот за это вот. Кроме того, согласно программе, предлагалось дублирование на русском языке аннотаций к лекарственным препаратам. Сама эта программа совершенно безобидна и направлена только на одно. На защиту прав людей, живущих в этом городе. Вообще правами граждан Алексей был обеспокоен всю свою политическую карьеру. Вот опять права. И опять те же. И одно из ключевых прав – это право на язык. Если полстраны говорит на русском языке, если для половины страны 40-30% – неважно. Это язык родной. Почему он не должен быть государственным? Как раз наоборот, это раз и навсегда снимет вопрос политический. У нас будет два государственных языка, и не будет больше такой проблемы вообще. Как логично говорить. Логично говорит. Сейчас, когда он в блоке Петра Порошенко, он так не говорит. Может быть, передумал. Знаете, как там Черчилль говорил, что там надо менять свои убеждения, или кто не меняет, тот дурак. Ну, а Алексей Гончаренко точно не дурак. И что я общался там, рядом с мной сидела мэр Цюриха. Четыре государственных языка. Швейцария, член Совета Европы, представители Венецианской комиссии, Канада, Финляндия, Бельгия. Три государственных языка. Я не буду говорить ЮАР и так далее, и так далее. Таким образом, с моей точки зрения, что вопрос русского языка как государственного, это просто вопрос уважения к тем людям, которые живут на этой земле. Вот, а вы думаете, они все помнят. Они помнят, в какой стране четыре языка государственных, в каком, два там, все. Они все это знают. Они все это помнят. Но они ничего этого не скажут. Потому что это невыгодно им говорить, да? А как пел? Вот мне другое, знаете, еще, что меня волнует. Были люди, которые подогревали настроение, которые выстрелили в 2014 году, в частности, на Юго-Востоке. Кто являлся этими людьми? Вот скажите. Они там любят сейчас рассказывать. Тот пропагандист, этот пропагандист. Конкретных примеров не приводят. А я привожу. Смотрите, конкретные примеры. Я думаю, что этот человек повинен в том, что произошло потом на Юго-Востоке. Да не, я просто уверен в этом. Выходи. Партия регионов ждет. Здравствуйте, дорогие друзья. Приветик. Даже не признал сначала. Самое главное для них – это историческая память. И когда несколько лет назад горе-политики начали переписывать учебники истории, начали предъявлять нам новых героев... Новых героев – это он о ком? О Бандере, Шухевиче, Петлюре? Да ладно. Это оскорбило наших ветеранов. Это внесло раскол в украинское общество. Могли ли мы оставить так ситуацию? Конечно, нет. Нет, не могли. Мы не могли так оставить ситуацию. Давай, давай, Леха, разжигай, разжигай. Потом то, что все разжег, да, потом оно и выстрелило. В принципе. Георгийская ленточка. И наши дети, и наши внуки, все следующие поколения нашего народа будут помнить этот замечательный праздник. Будут помнить подвиг наших ветеранов. К слову, интересно, что топил за него тоже нынешний депутат, народный депутат от блока Петра Порошенко, некто Голубов. Мы с вами определим, как будет развиваться дальше наш город. Как будут жить наши с вами дети. А вот это мне больше всего нравится. Я же заслушался. Мы должны остановить нашествие национализма на благодатную Одесскую землю и на землю Украины. Слушайте, может тут внедренный, а? Ну серьезно, внедренный в БПП, в парламент. А сам останавливает нашествие националистов. Позволили прийти к власти националистам. Оранжевым, которые, или ржавым, я не знаю, как правильно это назвать, но которые разъедают нас. Назови гамняным, гамняным. Они пришли, гамняные, скажи. Не то, что мы, белые-голубые, а они гамняные. Давай, Леха, мочи. Мы прекрасно знаем, кто воевал с фашизмом, а кто стрелял нашим отцам, дедам и прадедам в спину. Мы никогда этого не забудем. А теперь уже не знаем. То знаем, то не знаем. А теперь не знаем. Не знаем. Кто там стрелял в спину? Не знаю, не помню. Да, Леха? Мы идем на эти выборы и на это испытание вместе с нашим лидером Виктором Януковичем. А когда приходим, то оказываемся с Виктором Федоровичем Порошенко. Виктор Федорович Порошенко, почему нет? Или Петр Алексеевич Янукович. Одно и то же. Потому что в голове надо иметь, знаете, не масло, но маргарин, для того, чтобы приблизить вот этого человека. Этот человек сейчас в пасе вышиваночку рвет. И самое-самое вот смешное для меня, то, что приходят эти пропуканные дурачки, да, и благодарят Алексея в стиле там казацкого табилайку там и так далее. Впрочем, Леха, ну это правильно. Я тебе скажу правильно. Этих тупых, мы же можем говорить на одном языке, да? Леша, ты сейчас слушаешь меня и знаешь, что я прям заглядываю тебе в душу. Этих тупых так и надо. С этими тупоголовыми так и надо. Они же как ракушки, да? Они отвернулись, как рыбка, рыбка. Оп, оп, отвернулась и уже забыла. Моментально все забыла. Ты достояние блока Петра Порошенко. Или партии регионов. Не раз мне задавали вопрос про Алексея Алексеевича, я отвечал всегда. Простую вещь. Это талантливый молодой политик. Это достояние партии регионов. А, партии регионов. Так облог Петра Порошенко это же то же самое практически, да? Ну сейчас. По-моему, да. Смотри, твой бывший шеф получил 13. Сколько получит нынешний, а? А ты пропетляешь, да? Завтра уже с Тимошенко увидим. Ну, поживем, как говорится, и увидим. А вы подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Пока!